Вот допустим, у вас хорошее настроение, у вас хорошая работоспособность, но вы в депресснике по поводу своей личной жизни. Это значит, что у вас не хватает энергии людей. То есть вы недостаточно социально активный человек, вы не можете напольняться людьми, вы не можете с ними строить отношения активно, их любить, радоваться им. У вас не хватает вот этой силы внутри. И эта сила бывает разной. Вот, например, если человек уважает старших, уважает начальство, правительство в целом, неважно, как это правительство там себя ведет, он все равно уважает. Вот старший, все, он уважает. У него будет возможность расти по лесенке вверх, получать хорошую должность. Почему? Потому что он уважает волю Бога. Ну, то есть Бог назначил вот таких людей управлять, значит, хорошо. Хорошо. И его тоже в результате Бог назначает управлять, потому что он входит в эту единую систему управления. Но если человек бунтует, он говорит, мне не нравятся эти идеи, не нравятся. Он не сможет уже быть вверху, потому что он отвергает сам эту возможность. То есть, другими словами, у него нет силы социально расти вверх, потому что у него нет обмена, нет правильного контакта с этой энергией власти. Если человек, допустим, занимается продажами, и он не любит людей, у него ничего продаваться не будет. Для того, чтобы продавались, нужно любить людей. Или, допустим, продавщица в хлебном магазине такая, всем рада, и заходит, ой, я так рада вас видеть. Не потому что она как бы злым эмослом, а просто она рада, и все. И тогда люди будут приходить к ней покупать хлеб, потому что она нанесет им, приносит им хорошее настроение. То есть, у нее есть сила вот эта внутренняя. Или, допустим, человек уважает младших, неважно, они там косячат, он их обучает, воспитывает, терпит. Он любит просто людей, которые младше его. У него будет хорошая команда для того, чтобы делать разные дела, потому что у него есть вот это социальное тело, сила. Теперь представьте, у человека в фирме, и все разваливается, все люди от него уходят. Какой результат? Депресняк. Отчего? У него нет социальной силы вот этой. Или, допустим, не могу выйти замуж, или не могу продажи делать, не могу подниматься под социальные лесенки. Это опять вызывает все депресняк. Почему? Потому что у тебя нет силы. А почему нет силы? А ты ее не качаешь. Вот точно так же, допустим, есть сила в мышцах. Я, допустим, долгое время не занимался зарядкой, и когда начал на турнике подтягиваться, я смог потянуться три раза всего. А сейчас уже подтягиваю десять, потому что я начал заниматься. Ну, то есть, тренируешься, получается, сила есть. Не тренируешься, нет силы. Точно так же можно тренироваться в отношениях с людьми и развивать свои возможности в жизни. И тогда они будут депресняка. То есть, депресняк, это означает, что у тебя где-то что-то потеряно в жизни. Ну, понимаете, самые главные потери возникают от отсутствия веры. Вот если человек неправильно веру в жизни выбрал, то тогда колоссальные потери возникают. Почему? Потому что память человека все время устремляется к тому, что уже было. Понимаете? То есть, человек, допустим, кого-то полюбил, и он не может нормально дальше жить. Ему хочется вспомнить опять то, что было. Это означает, что его вера осталась в прошлом, или его вера попрана судьбой. Вот это вот называется длительный стресс, который очень трудно изменить, победить. И причина того, что человек в женщину, допустим, верил, а не в Бога. В результате он постоянно ее вспоминает. Уже все было давно. А он не может нормально жить. Когда человек в прошлом находится, это называется депрессией. Он там живет, в прошлом. То есть, у него нет настоящей жизни. У него есть жена, дети, он все вспоминает. То, что там было. Если человек выбирает неправильную цель жизни, то есть, цель жизни должна быть божественная, чтобы твоя психика, твое чувство собственного достоинства наполнялось бескорыстием и благодарностью. Но когда человек любит человека и считает его целью жизни, то тогда он фактически перетягивает одеяло на себя. Что это значит? Это значит, что он в эту любовь не вкладывает, в это бескорыстие. Он начинает хотеть себе этого человека сильно.